Российские следователи побывали в Центрально-Африканской Республике, где месяц назад была убита съемочная группа из нашей страны. Журналист Архан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Как сообщили в Следственном комитете, налажено взаимодействие с коллегами, удалось осмотреть вещдоки о том, что известно о запутанном деле на данный момент в материале Павла Краснова. Эти снимки расстрелянной машины – первые материалы с места гибели российских журналистов. В пикап со следами от пуль и две гильзы, очевидно, подобранные на месте преступления. Фотографии сделаны сотрудниками Следственного комитета, которые выехали в Центрально-Африканскую Республику, чтобы ознакомиться с материалами расследования. С участием российских следователей дополнительно осмотрен автомобиль, на котором передвигались погибшие, повторно допрошен водитель этого автомобиля, осмотрены вещественные доказательства. Дополнительные данные будут подвергнуты всестороннему анализу и оценке с целью детального восстановления обстоятельств этого убийства. О том, что именно произошло в окрестностях города Сибию вечером 30 июля, до сих пор известно крайне мало. Отправившиеся в Центральную Африку для съемок документального фильма трое журналистов были найдены убитыми на дороге. Водитель, которому каким-то образом удалось спастись, рассказал, что россиян расстреляла группа вооруженных до зубов людей. Достоверно известно лишь то, что журналисты отклонились от намеченного маршрута и проигнорировали предупреждения военных об опасности передвижения по дороге. Известно и цель их путешествия город Бамбари. Там съемочная группа должна была встретиться с местным консультантом по имени Мартин. Это следует из переписки россиян с редакцией, которую опубликовало издание ФАН. Мартин сейчас находится в Бамбари. Это там, где красивый золотой прииск. Он договорился с повстанцами, чтобы вас пропустили. Водитель в курсе. В первый день вашего пребывания нужно ссунуться к ЧВК в резиденцию Бакасы, прощупать там почву. А на следующий день поехать к Мартину в Бамбари. Снять там все, пообщаться с ним и вернуться в Банги. Упомянутый в сообщении Мартин самая загадочная фигура во всей истории и, возможно, ключ ко всему произошедшему. Этот человек, на которого в Центре управления расследованиями, пославшим журналистов в командировку, возлагали огромные надежды. По организации съемок, судя по всему, не был знаком никому в редакции. Но именно ему, по сути, доверили жизнь троих россиян, отправившихся в одну из самых опасных стран на планете. Надо ехать к Мартину и советоваться, что делать. Вам надо как-то связаться с Мартином сегодня и плясать от этого. Центрально-Африканская республика, где много лет продолжается гражданская война, место крайне негостеприимное. Но главный редактор легкомысленно решает положиться на человека, знакомого лишь по переписке. Именно Мартин предоставил россиянам водителя, который привел их в засаду. И это не единственная странность. Известно, что в страну журналисты въехали под туристической визе, скрывая свой реальный статус. А в редакции даже требовали от них зачем-то сжечь журналистские удостоверения. Обязательно снимите, как избавляетесь от пресс-карт художественно и с комментариями. Расследование продолжается, но уже сейчас можно говорить, что поездка была подготовлена из рук вон плохо. И это стало роковым обстоятельством. Консультант, которого в редакции считали сотрудником ООН, судя по всему, оказался мошенником. Вопрос в том, удастся ли найти виновных в стране, где власть правительства часто не распространяется за пределы крупных городов. Павел Краснов, Лариса Никитина, Сергей Нащекин. Первый канал.